Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать на курс «Основание церквей в мировом масштабе». Я искренне рад вашему интересу к этой теме и возможности передать вам свои знания. Материал данного курса в тех или иных формах я вот уже 20 лет преподаю в разных странах мира. Надо сказать, что у студентов всегда есть чему поучиться. И сегодня я увлечен своим предметом ничуть не меньше, чем раньше. Ведь основание церквей – один из ключевых аспектов Божьих действий и Божьих целей в этом мире. Вот почему я искренне рад, что в ближайшие дни нам вместе предстоит в это погрузиться. Предлагаю начать с молитвы, потом я немного расскажу о себе, в общих чертах опишу содержание курса, а затем мы перейдем к теме сегодняшнего занятия. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя за эту возможность учиться и постигать, как Ты расширяешь свое царство, повсеместно создавая все новые общины, дабы привлечь к себе тех, кто еще не знает Тебя, меняя каждого в отдельности и в конечном итоге весь мир. Прошу Тебя, Боже, благослови нас на эти занятия и дай через них стать соучастниками в свершении Твоих великих целей и замыслов. Научай нас, направляй наши мысли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Для начала, если позволите, я хотел бы немного рассказать о себе. Меня зовут Крейг Отт. С 2002 года я преподаю миссиологию и межкультурные исследования в семинарии Международного университета Тринити. Мною разработаны курсы по богословию миссий, а также основанию церквей, в том числе и в межкультурном контексте, чем я, собственно, и занимался большую часть своей жизни. Более 20 лет я нес служение в Германии, где за этот период мы основали 4 церкви и передали свои знания и опыт целому ряду местных служителей. Примерно 6 из этих 20 лет я также занимался служением в Восточной Европе, а именно в Румынии, Венгрии, Польше, Чехии и ряде других стран, где обучал основателей поместных церквей и помогал тамошним церковным лидерам организовывать дочерние церкви. За время работы в семинарии я активно путешествовал по миру и побывал примерно в 40 странах – Азии, Африки, Латинской Америки, где я занимался преподаванием, консультированием и просто наблюдал за тем, как Бог действует в нашем мире, как расширяет и укрепляет свою церковь. Таким образом, курс, который я вам предлагаю, во многом основан на моем личном опыте. Эти принципы и подходы я использовал сам, а если нет, то имел возможность наблюдать за результатами их применения. Итак, знайте, что никаких надуманных, оторванных от жизни теорий вы от меня не услышите. А услышите, дополненный множеством примеров, материал самого, что ни на есть практического характера. Актуальная информация, реальные истории и реальный опыт. Кстати, даже если вы не планируете заниматься организацией церквей, те, кто присутствует сегодня на моем занятии или смотрит наш курс в формате дистанционного обучения, так вот даже если вы будете служить Богу совершенно в иной сфере, не исключайте возможность, что вас могут попросить принять участие в основании новой церкви. Да и в целом мы будем говорить о том, что ценно и полезно для любой поместной церкви, в том числе и той, у которой нет дочерних церквей. Ведь принципы формирования здоровой общины, общины, способной к воспроизводству, состоящей с подготовленных служителей, готовой к активному участию в жизни района или города, в котором она находится, а также продуктивному евангелизационному служению среди местных жителей, лежат в основе как организации новой поместной церкви, так и развития и укрепления уже существующей общины. Поэтому я надеюсь, данный курс будет для вас полезным, независимо от того, каким служением вы занимаетесь или будете заниматься, хотя всем сердцем и желаю, чтобы участвовать в основании новых церквей, вам в том или ином качестве все же довелось. Ведь это служение всей моей жизни, о котором я охотно вам расскажу. Но прежде позвольте заметить, что большинство книг, пособий и курсов по основанию церквей, как правило, предлагают одну ключевую стратегию, одну ключевую систему. И это понятно. Автор учит тому, что сам считает эффективным и, разумеется, призывает остальных последовать его примеру. В этом, собственно, нет ничего предосудительного, просто иногда его опыт ограничивается каким-то одним регионом. Что же касается меня, то никакой единой универсальной стратегии основания церкви я предлагать не буду. Напротив, хочу познакомить вас с самыми разными подходами. Кто-то выступает за яркие массовые евангелизационные мероприятия, направленные на привлечение людей в церковь, а кому-то ближе так называемый миссионерский подход, построенный на развитии дружеских отношений с местными жителями и организаций малых групп. На мой взгляд, право на существование имеют оба способа. И вам предстоит решить, с учетом того региона, куда Бог призвал вас на служение, какой подход в этих условиях будет наиболее целесообразным и продуктивно. А моя задача — познакомить вас с разными подходами в рамках методологии основания церквей. Вместе с тем, универсальные фундаментальные принципы здесь все же существуют, и о них я тоже непременно расскажу. От вас требуется внимательно слушать и анализировать всю эту информацию на предмет ее применения к тому проекту по организации церкви, которым вы уже занимаетесь или только планируете заниматься. В конце каждого урока я буду выделять время на его обсуждение. Это значит, что вы сможете задать интересующие вас вопросы и получить на них ответы. А я, в свою очередь, предложу вам свои вопросы для обсуждения и размышления. Они предназначены не только для присутствующих в классе, но и для студентов-дистанционников. Спроецируйте эти вопросы на ситуации у себя на местах, применительно к своему проекту по созданию новой церкви. Это будут вполне практические вопросы. Иногда уместно остановить видеозапись и обсудить заданную тему в учебной группе в контексте конкретно вашей ситуации. Мне бы хотелось, чтобы этот курс изучался в формате семинара, чтобы он послужил полезным инструментом в вашем служении. Вот, собственно, то главное, что я хотел сказать во вступительной части курса. Надеюсь, что вы будете с нами на протяжении всего времени обучения. А теперь буквально несколько слов об учебной литературе. В нее входят несколько книг на английском языке. Какие-то из них, насколько мне известно, уже имеются в переводе. Для тех, кто желает углубиться в предмет и исследовать связанные с ним вопросы более подробно и тщательно, позвольте порекомендовать вам пару источников. Англоязычная литература на тему основания церквей весьма обширна. Уследить за новинками практически невозможно. И тем не менее, во-первых, это, конечно же, моя книга, написанная в соавторстве с Джином Уилсоном, директором отдела по основанию церквей Мисси Рич Глобал. Это человек, который проводит тренинги по всему миру. У Джина Уилсона огромный практический опыт. Он вырос во Франции, занимался основанием церквей в Квебеке и обучал местных служителей в Латинской Америке. Свои знания и опыт мы попытались отразить в этой книге, на которой и основан настоящий курс. Хотя он скорее служит ее квинтэссенцией. Поэтому за более подробным разъяснением по тем или иным вопросам советую обращаться непосредственно к тексту. Называется наша книга «Основание церквей в мировом масштабе». Я подчеркиваю это, поскольку большая часть литературы по данной теме учитывает опыт Северной Америки и пропагандирует западные подходы, которые иногда оказываются мало или неприменимыми в других культурах. Вот почему мы целенаправленно создавали пособие, которое бы отражало практически опыт самых разных стран мира. Хочется надеяться, что оно даст вам достаточно широкое представление о служении по основанию церквей. Следующая книга представляет собой, скорее, сборник статей разных авторов, вышедших за последние 10-15 лет в ежеквартальном журнале Evangelical Missions Quarterly. Называется книга «Расширяя пределы Божьего Царства». И она также включает в себя немало примеров, связанных с организацией новых церквей в разных странах мира, то есть опять-таки носит прикладной характер. Повторю, это сборник самостоятельных статей, и поэтому вы можете ознакомиться только с теми из них, которые посвящены интересующим вас вопросам. И, наконец, книга Дэвида Гаррисона под названием «Движение по основанию церквей», которая была переведена на множество языков. Поэтому, вполне возможно, доступна она и на русском. В этой книге тоже собраны практические примеры и иллюстрации стремительно развивающихся движений по основанию церквей со всего мира, из которых, собственно, и выведены основные принципы данного служения. Разумеется, кто-то не согласится с выводами автора, тем не менее, этот ценный ресурс и, безусловно, заслуживает нашего внимания. Напомню, что первое из названных источников «Основание церквей в мировом масштабе» уже переведено на португальские и вьетнамские языки и в настоящее время переводится еще на ряд иностранных языков. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Для начала хочу предложить вам краткий обзор тем и вопросов, которые в рамках этого курса мы с вами будем обсуждать. Итак, наш курс состоит из вводной части, которую в данный момент вы слышите. Мы поговорим о значимости служения по основанию церквей и рассмотрим ряд базовых понятий. После этого мы обратимся к теме библейского обоснования и организации новых церквей, а конкретнее рассмотрим библейские принципы, лежащие в основе этого служения, причины, обусловливающие его необходимость, а также примеры основания церкви апостолом Павлом. Поговорим мы и о том, какими качествами должен обладать основатель церкви, какими духовными дарами он должен быть наделен для того, чтобы трудиться продуктивно. К этому служению призван не всякий. Далее речь пойдет о структурных элементах церкви. Кто-то считает, что будущее за домашними церквями, которые активно умножаются в Китае и Индии, которые не нуждаются в отдельном здании и общепринятой церковной структуре. Кто-то выступает за традиционную церковь со своим зданием, узнаваемым местным населением и служащим местом для проведения самых разных служений. Таким образом, церковь может функционировать по-разному. И эти способы мы тоже непременно рассмотрим, поскольку они во многом будут определять ваш подход к основанию новой церкви. Вот в таких серьезных основополагающих вопросах следует разобраться, прежде чем переходить непосредственно к процессу организации церкви, чтобы понимать, какие цели мы все-таки преследуем. Еще одна тема курса — модели и региональные стратегии основания церквей. Этих моделей и стратегий огромное количество. На какой же из них остановиться? Не менее многочисленные способы воспроизводства церкви, то есть организации, уже существующей материнской церковью, дочерних церквей. Таких подходов тоже великое множество. Что, если ваше видение простирается за пределы родного района или города и достигает масштабов области или края? Мы мечтаем, говорите вы, видеть свои церкви в разных уголках нашего региона. Так вот, есть стратегии, позволяющие воплотить в жизнь и такое видение. И о них я вам тоже расскажу. Далее по плану речь пойдет о движениях по основанию церквей. Другими словами, вы узнаете не только о том, как организовать одну церковь, но и о том, как активизировать умножение церквей, их воспроизводство так, чтобы этот процесс виделся как целое движение. Немало времени мы уделим и еще одному важному вопросу, а именно стадиям развития в организации церкви. Иначе говоря, мы посмотрим, как постепенно формируется новая церковь, из каких этапов этот процесс состоит, начиная от подготовки и далее через запуск проекта, создание общины, разработку структуры церкви, и далее до момента, когда церковь готова к воспроизводству, основанию дочерних церквей. Все это шаги абсолютно практического характера. Мы попробуем определить свои ожидания, а также потенциальные трудности, связанные с созданием новой общины. Следующей нашей темой станет планирование и исследование. Здесь речь пойдет о том, что вам следует знать о районе, городе, области, где планируется основание церкви, как получить представление о его населении, понять, что это за люди, и что надо учесть при разработке стратегии благовестия и служения среди местных жителей. Все эти вопросы мы и обсудим в рамках темы планирования и исследования. Далее я хотел бы рассмотреть отдельные моменты более подробно, в частности, благовестие и ученичество. Вы узнаете о различных методах благовестия и о том, как последовательно и органично сочетать их с дальнейшей работой с новообращенными и программой по ученичеству, как помогать новообращенным делать первые шаги веры и приобщать их к жизни в церкви. Наша цель – основывать здоровые церкви, то есть не просто новые религиозные организации, а очаги активной христианской общинной жизни. Надо всячески стремиться к тому, чтобы наши церкви не были слабыми, больными и проблемными, а значит, важно понимать основные условия для здорового рождения и роста христианской общины. Следующий вопрос – ресурсы. Очевидно, что проект по созданию новой церкви требует привлечения разных ресурсов – людских, финансовых и так далее. Как подготовить необходимую ресурсную базу и как распорядиться ею так, чтобы воспроизводство церкви продолжалось? И, наконец, последний пункт – формирование лидерского состава. Как правило, сила церкви определяется духовной крепостью ее лидеров. Нередко фраза «основание церкви» запускает в нашем сознании цепочку благовестий, ученичества, привлечения людей в новую общину и так далее. Однако не менее важным является и формирование ее лидеров. Вот почему, несмотря на то, что существуют курсы непосредственно по лидерству, я наберен остановиться на этом вопросе подробно, ибо сильные лидеры – это залог здоровой церкви, церкви, способной к воспроизводству. Таким образом, и эта тема займет отдельное место в программе курса. На наших занятиях, и я уверен, вы это заметите, применительно к церкви я буду использовать не только термин «основание», но и «воспроизводство». А это значит, что мы должны быть нацелены не просто на создание одной церкви, а на продуктивную проповедь Христа людям, живущим в ближайшей округе, в вашем городе, стране и во всем мире. Наша цель – возвестить Евангелие всем народом. Ограничивать свое видение основанием лишь пары по местных церквей не стоит. «Нам нужны церкви, способные к воспроизводству». И даже больше, в идеале способные к размножению, то есть к порождению множества других церквей. Итак, независимо от того, какую церковь вы организуете, домашнюю или традиционную, главное, чтобы она могла воспроизводить себя, достигая все больше и больше людей благой вестью Иисуса Христа и тем самым расширяя Божье Царство. Вот эта тема будет проходить лейтмотивом через весь курс и во многом определять наш подход к основанию новых церквей. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok